Всем привет! Уважаемые зрители, у нас обалденная погода, сегодня потеплело, наконец-то это похолодание закончилось. Люди радостно идут по городу. Наконец-то можно не путаться уже в эти шарфы, кофты и всякие разные слои одежды. Хотя вечером, наверное, еще будет прохладно, поэтому пока что особо так я не обольщаюсь. Но, конечно, в нашей стране, в нашей полосе, где у нас есть белая зима и зеленая зима, надо ловить каждый теплый день, каждую возможность посладиться солнцем и радостью и вообще теплым временем года. Кстати, вот люди идут по улицам и улыбаются. К вопросу о том, что у нас страна хмурых людей и лица завязаны в куриный пупок и все готовы к агрессии постоянно. Это так, но достаточно чуть-чуть их подогреть и тут же начинают лица расправляться, улыбки рисоваться на лицах. Люди оттаивают и в переносном смысле, потому что просто банальное тепло, вот такое, знаете, физическое тепло, солнечное тепло, оно уже это все делает. Понятно, что в странах, где круглый год стоит теплая погода, люди, конечно, более позитивные, более безбашенные. Они ходят по улицам не только что улыбаются, а в прикрыжку просто как макаки скачут. Вот потому что, а почему нет, если жизнь прекрасна, если солнышко светит. Все это объясняется самыми простыми механизмами, и физическими, и физиологическими, и какими только. Я немножко отвыкла от того, чтобы снимать видео, поэтому опять-таки не знаю, попадаю ли я в кадр, как я там попадаю. Вот повторю опять же про пианиста, который играет как умеет. Мне важно было сегодня возобновить видео, чтобы совершенно уже не растерять все эти навыки. Расскажу вам прикольную историю, которая у меня произошла на днях, вчера или позавчера, я уже точно не помню вам позавчера. Ну, короче, вечером была у меня задача зайти в магазин, потом в банкомат снять деньги, потом в ветеринарку заплатить, там забрать кошку и так далее. Ну и, короче, бывает, знаете ли, в жизни много похожих людей. Я видела много людей, похожих на кого-то, люди видели людей, похожих на меня. Я один раз как-то, знаете, видела девушку или женщину, которая очень похожа на меня и которая прошла от меня несколько вблизи. Вот. Знаете, я испытала конкретный шок, ну, сравнимый, наверное, с тем, что вот транслировался в фильме «Назад в будущее», когда вот ты прилетаешь в будущее или в прошлое, видишь сам себя и при этом, ну, вот, видимо, ну, какие-то же чувства герои испытывает, да, и показано, как персонаж начинает там прятаться, ну, в общем, ну, испытывать какие-то, в общем, чувства такие сильные, эмоциональные. Вот. Ну, в общем, и у нас тоже в городе, вот, говорю, мимо такой женщины я прошла как-то раз, которая очень похожа на меня, при том, что, знаете, у нас мнение о своей собственной внешности, оно может быть довольно, ну, как сказать, ну, не то, что неправдоподобное, оно однобокое, причем тоже в прямом смысле этого слова, потому что мы же видим себя в зеркало, во-первых, в 2D, то есть в плоском изображении, во-вторых, мы себя видим только с одной стороны. Раньше, кстати, в ходу были так называемые трильяжи, то есть вот такие зеркала, которые раскладывались на три части, вот у моей бабушки такой был, и где можно было более-менее себя оценить как бы со стороны, то есть увидеть себя не только прямо, фронтально, но еще и в каких-то других ракурсах. Это очень важно для того, чтобы адекватно оценить, как ты выглядишь, потому что, бывает, ты как бы все приладил, там, втянул живот, что-то заправил, оделся, значит, посмотрел, вроде все нормально, оказывается, сзади там что-нибудь торчит, вылезает, где-то натягивается, где-то что-то задирается, и как-то, в общем, оно что-то не того там, вот. Но сейчас такие зеркала я встречаю редко, по крайней мере, вот, чтобы это было как предмет мебели, вот, раньше в каждом доме. Ну, вот это все к чему? К тому, что, собственно говоря, и свою собственную внешность мы тоже как-то знаем только с того ракурса, который мы можем видеть в зеркале, а вот как наше же собственное лицо смотрится, там, в три четверти, в полуборота, как-то, в общем, с другой стороны, в общем, в принципе, со стороны, то есть, как нас видят другие люди, это может быть несколько иначе, чем мы вот себя рассматриваем. Вот, на фотографиях тоже, как правило, один и тот же ракурс бывает редко, когда он бывает какой-то другой. Ну, по крайней мере, сейчас-то стало почаще, потому что, в принципе, сами фотографии стало делать проще, они удешевились, то есть, раньше, понятно, это же было целое дело, кадры экономили, кадры выстраивали, и чтобы человек оказался в каком-то дурацком ракурсе или случайном, это, в общем, такое бывало редко. Как правило, фотографии были постановочные. Вот, или, по крайней мере, фотограф говорил, посмотрите все сюда, я вас фотографирую, скажите, сыр там, сейчас вылетит птичка, и так далее, что-то, в общем, подобное. Я, кстати, первый раз, когда увидела себя на фотографии, как я сплю, я, наверное, как и многие тоже люди, я стеснялась сама себя в спящем состоянии, тому есть масса причин, кроме нурезов, в принципе, вот этих, слава Богу, нету пока что, или уже, да, ну, в общем, потому что, когда ты спишь, ты же не контролируешь себя, не контролируешь в том числе какую-то свою мимику, поворот головы и так далее, ты не знаешь, как твое лицо выглядит. И как-то раз я на фотографии увидела, ну, там вот мы студенты, все ожидали отправки, то ли на, то ли в, то ли с летней практики, и ждали электричку. И вот я там спала на каких-то мешках, баулах, и, в числе прочего, у меня просто там сфотографировали. Я посмотрела на эту фотографию, осталась вполне довольна, и с тех пор больше я никогда не стеснялась того, как я сплю, как я выгляжу, когда я сплю. Вот, как бы одним комплексом стало меньше, одной проблемой меньше. Вообще, в принципе, до сих пор встречаются люди, довольно часто, которые стесняются фотографироваться, которые стесняются тех или иных аспектов своей внешности. Это, в общем, все лишнее, этого лучше избавиться, лучше жить без этого. Поэтому, если вы, например, стесняетесь фотографироваться, фотографируйтесь как можно больше. Не только для того, чтобы, как бы, по совету психологов, как избавляться от комплекса, значит, как бы, ну, постоянно его педалировать, да. Вот, что тоже, как бы, в общем, довольно, ну, вульгарный подход, да, то есть, так, все гораздо тоньше. То есть, если человек боится собак, это не значит, его нужно запереть в одной комнате с собакой и ждать, пока он выздоровеет, да, то есть, он может, например, вообще совсем ку-ку с ума сойти, да. Вот, нет, дело не в этом. Дело в том, что чем больше фотографируется человек, тем больше шансов на то, что хотя бы одна из ста, одна из тысяч там фотографий ему понравится, как он выглядит, и он увидит себя в таком, в общем, свете, что у него этот комплекс исчезнет. Вот, по крайней мере, я не могу сказать, что я какой-то там дикофотогеничный человек, по крайней мере, школьные постановочные фотографии, когда там весь класс фотографируется, они, в общем, давались мне, ну, с каким-то переменным успехом, потому что, нет, я, конечно, старалась, все мы знали там дату этого фотографирования, там и наряжались, и вот я помню, я носила челку в школе, это были 90-е годы, ранние 2000-е, тогда было принято челку завивать, носить ее трубой, лачить, и, не дай бог, она как-то растреплется, в общем, по ветру это уже все было, не прическа, а без челки это же не то лицо, это уже не тот человек, и я помню, как старательно я оберегала эту челку в день фотографирования, и в итоге, чтобы фотография мне понравилась, и все равно фотограф, он приносил обычно два, реже три варианта кадров, то есть он делал несколько снимков, распечатывал наиболее удачные из них, и вот, как правило, один из них мне нравился, а другой не нравился категорически, как я получилась, хотя между этими кадрами всего-то, может быть, какие-то секунды были, и я просто выбирала тот вариант фотографий, который мне нравился больше. Ну и совершенно очевидно, что с современными технологиями, когда фотографий может быть столько, что их просто, ну, практически нереально, если только вы не очень богатый человек, все распечатать, все хранить в каких-то альбомах, потому что тут уже даже речь не о том, что огромные деньги идут на распечатку этих фотографий, нужно просто покупать дополнительные площади, там, под хранение большого архива этих фотографий, вот, потому что сейчас делать фотографии вообще ничего не стоит, и у каждого практически люмпины и пролетария есть телефон, который способен делать более-менее сносные фотографии, так что, если есть такие проблемы, как бы не надо им вдаваться, не надо позволять этим проблемам, позволять себе жизнь, пожалуйста, фотографируйтесь как можно больше в разных ракурсах, просите вас фотографировать, сейчас с появлением таких селфи-палок можно и себя фотографировать без чьей-то помощи, вот, к тому же есть всякие варианты от срочной фотографии, то есть вы можете разные ракурсы свои посмотреть, я вас уверяю, что очень часто люди заявляют о себе, что они плохо получаются на фотографиях, или то, что они некрасивые, это все, в общем, полная ерунда, потому что, ну, во-первых, фотография, как я говорю, она выхватывает только какой-то миг, вот, и лицо в динамике, оно может сильно отличаться от того, что вы видите на плоской фотографии, которая схватывает один единственный кадр из всей жизни, ну, так вот, я, например, до того, как начала снимать видео на ютюбе, вот где тоже поначалу я, как правило, смотрела четко в глазок, да, и тоже видела себя примерно так же, как в зеркале, и вот когда я уже начала как-то вертеть головой, ну, то есть перестала, там, добиваться какой-то идеальной постановочной картинки, я увидела себя, скажем, в профиль, там, или в три четверти, или как-то, как я себя в зеркале никогда не видела и видеть не могла, потому что, ну, угол зрения тоже такое дело, что всегда ты можешь себя увидеть, и мне стали понятны некоторые вещи относительно себя, ну, например, когда мне говорили, что я на кого-то похожа, я говорила, вот его быть не может, нет никакого сходства внешнего, и когда я себя увидела, например, в поворот на камере, то есть на видео, да, вот я убедилась, что да, действительно я похожа, потому что я себя увидела с того ракурса, с которого никогда раньше не видела. Ну, так вот, прикольная история, которая произошла. Я стояла в очереди, кстати, передо мной стоял парень, который очень сильно был похож на одного тоже парня, тоже в некоторых ракурсах, понятно, что, да, я подошла поближе, он поворачивал голову и так далее, он же переставал быть похожим, но в некоторых чертах сходство было просто потрясающе, и даже куртка у него была такая же, как у того парня была, ну, почти что, ну, причем я точно знаю, что этот парень уже, ну, со временем просто изменился, он же выглядит не так, и куртки той уже не существует просто в природе, потому что, ну, она изношена и утилизирована. То есть как бы я увидела образ человека, каким он был лет 10 назад перед собой в очереди в некоторых ракурсах, а за мной стоял какой-то, значит, мужик, вот, который мне показался моим знакомым. Знаете, вот не такой друг, с которым общаешься много лет, и которого уже там, знаешь, все его трещинки, все его там, как это, родинки, нет. Просто такой, знаете, вот приятель, с которым мы пересекались, по-моему, два или три раза по жизни, причем в сумреках под одеялом, нет, под одеялом-то я шучу, так что просто, ну, короче, не было бы у меня возможностей и желаний изучать его физиономию очень подробно. Вот, а так вообще, в принципе, персонаж такой выдающийся, то есть очень характерный, то есть огромный такой Карлсон, то есть такой мужчина высокого роста, с такими чертами лица, вот такой, знаете, вот богатырь, с копной волос, полноватый, ну, в общем, вот такой вот персонаж. И я его узнала безошибочно, как мне казалось, и мне сказала, привет. Ну, так вот, знаете, буднично. Вот, не то, что там, а, привет, парниша. Нет, а так, вот, знаешь, привет. Дело в том, что, ну, встретила знакомого своего и поздоровалась с ним. Вот так мне тоже ответил, привет. Тоже без какого-то удивления или особых руководствий. Ну и все, и дальше я просто поддерживаю какой-то ненавязчивый светский разговор, типа того, что, ой, я вот тут мысли покупаю. Вот, потом мы что-то пробивали мне на 700 рублей. Я сказала, их нифига себе, я мюсли-то купила. Она не такая, не мало, да, вот. Смотрю, у него пиво там какое-то в банке. Я говорю, ну что там, типа, готовишься, да, к чемпионату? Ну, в смысле, сегодня матч будет транслироваться, типа, подготовился. Он говорит, да, там, типа, я не особо буду смотреть, ну, как бы, ну, вот, ну, в общем, такой вот, обычно, совершенно разговор. Ну, и поскольку все-таки на кассе надо заниматься кассовыми делами, то есть, пробивать продукты, давать деньги, там, расплачиваться, а не болтаться всякими Карлсонами, вот, вот. Я ему сказала, ну что, сейчас с этим поговорим же, да? Он такой, ну, да, 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 конечно. Вот, и когда мы выходим, и у меня уже вопрос, типа, ну, в каком направлении просто мы пойдем, чтобы перемолвиться несколькими словечками. И он спрашивает, собственно, ты кто? Типа, как тебя зовут? Давай хоть познакомься. Я говорю, алло, гараж, что это вдруг забыл, как меня зовут? Типа, ну, Катя, да, вот, Екатерина, можно без отчества. Вот. А ты же говорю, Сергей, да? Он говорит, какой Сергей? А Денис? Ах! Ну, Сергей, Денис, какая разница, господи. Вот. Так, тут что-то я не пройду, тут какие-то лужи. Придется пойти обратно. Ну, в общем, я обозналась просто. Но мой задор, мой напор как-то его очень, видимо, впечатлил. И он мне так кажется, он сначала, наверное, не очень-то мог поверить, что я действительно обозналась. Нет, я кое-что заметила, несовпадение какое-то, что волосы светлее, чем у того были. Но, во-первых, я говорю, опять-таки, все происходило дело в сумерках, поэтому чуть светлее, чуть темнее. Потом я подумала, ну да, чуть светлее, но, наверное, выгорели на солнце вот за последние там недельки солнечные. Тяжело мне держать, потому что этот монопод короче и у него просто... Ну, знаете, из курса школьной физики, что чем короче рычаг, тем оно как бы, ну, сложнее будет удерживать. Все-таки монопод должен быть подлиннее, чем вот этот. Но то, что это уже заметно становится тяжело. Вот я его, судя по всему, заинтересовала, заинтриговала. Вот на особо времени на общение у нас не было, потому что я же говорю, мне там был свой уже сценарий. Вот мне позвонили, нужно срочно было убегать. Ну так что вот бывают такие ситуации. Вот он еще такой, говорит, ты не боишься, да, что... Или там типа, а, ты не бойся, что я там с тобой на команду пройду, там деньги твои заберу. Я говорю, ты по мне разведешься, что я чего-то боюсь. Вот, он говорит, ну ты же посмотри, типа я такой большой и сильный. Я говорю, ну, большой шкаф, громче падает. И он такой, ну да, ну да, типа я много раз в своей жизни слышала уже это выражение. Я говорю, ну да, я что же его знаю, потому что у меня все мужчины в семье очень крупные. Вот, то есть я имею в виду дед, отец, дядя, то есть брат, отца, они все очень высокие мужчины. Вот, ну то есть там, когда, знаете, говорят, шкаф, шкаф творчатый, шкаф с антресолями, вот. Это примерно вот про нашу семью. Да, и тоже вот дядя, например, мой удивлялся в юности, почему к нему так часто прикапывается всякая шпана. Он говорит, ну как, ну почему, я же такой большой, вот. То есть они, по идее, должны бы меня бояться и пугаться, потому что я же могу сильно навалять. Оно обычно так и происходило, но просто кто-то ему объяснил, что завалить большого медведя, ну как бы интереснее, чем кого-то мелкого. Ну, что, такая прикольная история произошла. Я рассказываю просто так, ни к чему, то есть это не какой-то там пример для подражания или практически совет, типа, девчонки, если хотите знакомиться, вот, примерно вот так нужно делать. Нет, вы знаете, случайно происходят самые удивительные вещи. То есть такое срежиссировать, спланировать сложно, что при этом настолько себя уверенно и естественно вести, потому что если бы я, например, хотела такое чепучить нарочно, я бы, наверное, мялась, стеснялась, не знала, как начать. А здесь этого всего не было, даже и близко. Просто что-то как прикол, вот я вам это рассказала. А поговорить я сегодня хотела на тему бодипозитива. Не знаю, может быть, сейчас или уже всё-таки дома, потому что, а то или завтра, что-то я устала уже болтать, то ли с непривычки, то ли от того, что я как-то очень много эмоций вложила. Ну, правда, солнышко пригрело и тут же сразу лицо развязывается, язык развязывается, настроение повышается. Вы знаете, причём независимо ни от чего, а до каких-то проблем существующих. Просто, понимаете, вышло солнышко и всё. Пошли в кровь гормоны радости, эндорфинчики, и сразу стало весело. И все проблемы как-то видятся, вы знаете, по-другому. Просто по-другому. То есть они есть, ну да, но есть. Ну, мы живём всё равно, дышим, ходим. И вот когда холодно, сумрачно, мрачно, вот тогда чук-чук в чуме ждёт рассвета и думают, господи, когда всё это кончится, уже какой кошмар, это же невозможно всё вынести. Это чистая психология, понимаете? Чистая физиология головного мозга, психики и так далее. Поэтому, конечно, желательно ездить во всякие там тёплые места время от времени. Ездить такая возможность финансовая. Знаете, просто на солнышке поваляться. Просто получить вот эти лучи добра и позитива. в прямом смысле этого слова, хотя бы ввинтить у себя дома огромное количество лампочек дневного света и просто зырить на них. Потому что это всё нереально повышает настроение. Вот эти вот тусклые, жёлтые лампочки реча, всё позапрошлый век, с ним надо расстаться. Хочется чайку, молока, пироженку, вафельку. Тоже недавно по телефону говорю. Я, говорю, купила вафлики. Я просто торопилась очень сильно. Боялась не успеть. Они продаются в конкретном магазине. Магазин работает до 10 часов. Я выбегала из дома, было бы без 10-10. Ну и там уже на удачу. Магазала успеть могла нет. Я успела, этот звонок по телефону. Я, помимо всего прочего, говорю, кстати, я уже успела вафлики купить. Она меня переспрашивает. В Африке? Ага, в Африке, да. В Африке купила вафельки. Ну, правда, что нужно еще человеку для счастья? Проблемы есть. Они всегда будут, всегда были, есть и будут. В независимости от социального статуса, доходов, состояния здоровья, чего бы то ни было. Ух ты, господи, опять что-то собака идет. Слышу погавканья. Что-то сейчас кто-то опять баскервиле догонит. Просто некоторые такие банальные вещи, как вот хорошая погода, они реально способны улучшить настроение примерно от нуля до ста по стопальной шкале. Ну, погода, да что, над чем они властные, то есть, а как это в обычной жизни регулировать? Ну, вот освещение, домашнее освещение. Вот так, как-то. Больше светлых оттенков в интерьере. По возможности выезжать куда-то. Ну, да, правда, свои тоже проблемы с акклиматизацией, со сменой часовых полисов, там, всякое такое. Ну, конечно, солнце, 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 альфа и омега жизни. Солнце это наше все. Ой! Вот. Из-за солнца-то я и зажмурилась. Так, почешу-ка я быстрее. Ну, какой-то хаунд бежит за мной. Ну, вот, здесь оно как-то будет уже поспокойнее и получше, потому что у нас город расположен под углом почти в 40 градусов. Я сама не измеряла, это папа мой, когда приезжал. Он вообще любитель всяких измерений. Он, например, не скажет, что у нас вода холодная. Он скажет, что вода 6 градусов. Мне, например, это менее понятно. То есть мне лучше как-то в качественных показателях, например, холодная, очень холодная, там, пипец какая холодная. Ну, вот так, прохладная. Вот это я пойму. А 6 градусов, мне как бы ни о чем, нет связи с моими личными ощущениями. Ну, так вот, у нас город весь такой, что либо ты идешь с горки, либо в горку. И, конечно, это отражается на дыхании, на речи. Вот сейчас я иду, ну, почти по равнине, почти. Все-таки я иду немножко в горку. Но вот то, как я шла совсем вот недавно, там уклон был более серьезный. Конечно, сразу же отражается на том, как ты говоришь. Я, может быть, к этому видео, к сзади, сзади пристегну, там, как я готовила что-то. Я на этой неделе что-то снимала просто, и не было времени совершенно обрабатывать, вообще в это все вникать. Что-то там готовила, по-моему. И там основная мысль того видео, она была в том, что готовить очень просто, на самом деле. Ну, то есть, если какие-то древние люди могли это делать в пещерных условиях, а то и без зонок, то есть даже и без пещер, на каких-то там кострах, там, зажаривать полностью кенгуру целиком, там, или какие-то использовать. То есть плетеные корзины или желудки бизонов в качестве посуды, то современные люди, даже мужчины, вполне способны себе сварганить какую-нибудь еду, пригодную для употребления. Здесь не нужно каких-то особенных кулинарных талантов или вообще способностей к этому делу, для того, чтобы приготовить что-то пригодное для употребления в пищу. Потому что то, что люди, которые утверждают, что они готовить не умеют, часто употребляют в пище, но они действительно непригодны. То есть какие-то там чипсы, растворимые макароны, всякая такая пакость, да, гадость, которая уничтожает здоровье. Вот, на самом деле, абсолютно любой человек, старше определенного возраста, старше, допустим, ну, не знаю, 7-8 лет, наверное, я начала научиться готовить, когда была во втором классе. Я почему-то так это чётко помню, потому что мне тогда подарили набор такой детской посудки. Там была маленькая сковородочка, маленькая кастрюлька. И хотя они были вполне себе такие кукольные по размерам, но вообще в них можно было что-то приготовить. И там были рецепты, которые подходят вот именно для маленьких мальчиков, для маленьких девочек. Первым из них был, например, омлет. То есть как приготовить омлет. Вот, и я этому всему научилась. Мама быстро смехнула, что это очень здорово. И, в принципе, я начала готовить. Вот. Такие обычные совершенно блюда, например, варёная картошка. Или, допустим, приготовить жареную картошку по всем правилам, чтобы она была с определённой корочкой, света и так далее. Здесь, да, нужно какое-то искусство, навык, знание и так далее. Сварить картошку может любой. И варёная картошка вполне употребима в пищу. Особенность там её приправить чем-то довольно простым, типа масла и так далее. Потом я делала картошку тушёную, с овощами, типа лук, морковь. И так далее. Ну и постепенно, в принципе, готовка, она переместилась на меня на какое-то время. И где-то со второго класса я просто начала готовить. Просто потому, что я же из школы приходила раньше, чем родители с работы. И поэтому имело смысл мне потратить какое-то время, чтобы они пришли уже, было что-то готового. Ну, в основном это была картошка, картошка, 100 блюда из картошки. Потом я начала осваивать какие-то простейшие кулинарные рецепты. Ну, это абсолютно любой может это делать. Может, когда, допустим, мужчина 40 лет не может сварить макароны, или до каких-то анекдотов доходит, что, допустим, кладут макароны без воды, сухие прямо на сковородку, начинают их поджаривать, например, что-то забыв добавить туда воды на любом из этапов. Ну, это все-таки какие-то уже, ну, истории, граничащие с какой-то клиникой. Потому что какие-то элементарные вещи, как мне кажется, абсолютно любой может уметь. И никакой сложности нет здесь. Например, вот сварить яйца, да. Это вот из серии очевидные невероятные. Я, например, вот когда работала в институте, там у нас была кухня, и можно было, в принципе, готовить. То есть не покупать какую-то гадость там в магазине типа пирожных. Ну, что можно купить, вот поесть на работе? Где-нибудь пирожные, печенье к чаю, да. Это все вынимает деньги, добавляет вес и нездоровое вообще все это питание. Потом через какое-то время там появились, знаете, такие замороженные обедики, статоедов там. Ну, в общем, когда ты должен в микровановке разогревать вот это все, то все равно тоже адово дорого по сравнению с тем, что вы можете сами приготовить, принести с собой в баночки и просто так же разогреть. Так же там была и плита, и все такое. И я просто настрополилась варить яйца. Ну, дешево и сердито, вот яйца, да, как питание. И там приходил один парень из соседней лаборатории, он все время удивлялся, как вот ты вот умеешь варить яйца. Я говорю, чувак, ты из дрозофилы вытаскиваешь хромосомы, ты не умеешь варить яйца. То есть надо мне говорить, что сварить яйцо – это сложнее, чем выполнить те повседневные задачи, которые ты по работе там как-то выполняешь. Но, тем не менее, такое встречается сплошь и рядом. И для многих людей сварить яйцо – это просто верх кулинарного искусства. Это на самом деле всего лишь надо параметры соблюсти. Размер яйца, то есть он бывает же там С0, С1, С2. То есть понятно, чем оно меньше, тем меньше времени требуется его сварить до нужной кондиции. Дальше, воду вы его закладываете в холодный или в кипяток, и время. Сколько вы выдерживаете в кипятке, пока он кипит на огне. Все. Но это единственное, что нужно знать. Вы можете всегда практически варить яйца до нужной вам кондиции, без того, что они у вас останутся слишком жидкие или слишком перевариваются. Просто если вы в любом, опять-таки, телефоне абсолютно есть секундомер, и просто выдержать параметры, и у вас все получится. Тем не менее, есть взрослые совершенно люди, которые способны истерику устроить из-за того, что они не могут сварить яйцо до нужного им состояния. И каждый раз оно либо растекается в руках, либо оно переваренное и совершенно невкусное. В общем, все гораздо проще. Часто, чем кажется. Так что пробуйте, у всех все получится. Взять там какие-то овощи порубать и потушить их на сковородке, ничего сложного нет. И гораздо больше вы получите удовольствие для своих вкусовых рецепторов. Я уже не говорю про желудок и печень, чем если вы захомячите пакет чипсов или слопаете в пачку печенья. Вот если так питаться годами, а это характерно для студентов, аспирантов, холостяков и так далее. Я все так там уговариваю.